В столичном аграрно-техническом колледже открывается набор на курсы комбайнеров. Государство оплачивает обучение, колледж дает теорию, а лучшие – агрофирмы страны, технику и возможность получить практический опыт. Одну из самых высокооплачиваемых профессий можно освоить за 4 месяца. Возможность зарабатывать 20 тысяч рублей в месяц, сидя в кабине дорогущей машины с круиз-контролями и GPS, можно получить абсолютно бесплатно всего за 4 месяца обучения. Когда все выглядит так, профессии тракториста и комбайнер приобретают солидный и привлекательный вид. На курсы может прийти любой желающий. В нем, говорит, желающий не просто отучиться, но и получить работу, так как курсы организованы для того, чтобы человек получил образование и получил сразу рабочее место на предприятии. Нужны только документы об образовании, 9 классов, 11 классов, медицинская справка на право управления транспортными средствами и желание учиться и работать. Желание работать – важная составляющая. Зарплата у тракториста сдельная. Сколько наработал, столько и заработал. Но цифры и вправду реальные. В сезон те, кто не боится работы, в среднем по стране получают и больше 20 тысяч, а сезон в наших краях длинный. В этом году, к примеру, полевые работы закончились около месяца назад, а значит, техника простоит в ангарах только 3 месяца. Вне сезон комбайнеры и трактористы получают в среднем 4 тысячи рублей, а потом снова в поле, снова новый сезон. К тому же тракторист или комбайнер уже давно не выглядит, как герой старых фильмов в промасленном комбинезоне в пыли и копоте. Экскурсия по рабочему месту человека, который может зарабатывать, если захочет, в месяц 20 тысяч. Все выглядит достаточно комфортно и безопасно, что важно. Вот я смотрю, есть кондиционер. Это значит, что в кабину не попадает ни пыль, никакие химикаты. И летом здесь не жарко, зимой не холодно. Есть вот такой компьютер, машина оснащена GPS. Это значит, что на экране показывается место, где уже прошел в данном случае трактор. Если трактор, например, опрыскивает поле, то на экране видно, где он уже отработал. И при повороте, если вдруг трактор наедет на то же место, где уже опрыскано, то датчики автоматически отключатся, тем самым урожай не погибнет. Чему научится студент за 4 месяца? Это не только управлять, но и обслуживать спецмашины, работать современными программами и портовым компьютером. Но главное – опыт. Техникой помогут агропредприятия страны. Среди них и Тираспольский комбинат хлебопродуктов. Они возьмут на себя практическое обучение. Каждый студент, выучив теорию в колледже, сядет за руль вот таких дорогущих машин. А закончив курсы, сможет найти работу. Комбайнеры нужны в каждом районе Приднестровья. Людей ждет современная техника, энергонасыщенная техника. То есть, это техника 2020-2021 года. В наше предприятие большие площадя, работа ждет людей. Работа несложная, интересная. К вам придут молодые ребята, скорее всего. Какими они должны быть, чтобы вы их оставили работать? Чтобы мы оставили работать. Во-первых, заинтересованы. Самое главное. Если у человека нет интереса, понятно, он работать не будет. Должна нравиться техника, должно нравиться сельское хозяйство. Обучение начнется в конце января, закончится в мае, когда на полях уже вовсю будет идти работа. Подавать документы в столичный агроколледж имени Фрунзе можно с понедельника. Принимают все, кто старше 18-ти. Кому разрешено водить, кто хочет и готов работать. Всего 30 мест. Регина Васильчук и Дмитрий Ягодкин. ТСВ.